Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня в понедельник за богослужением читается Евангелие от Иоанна. 11 глава, стихи 47 по 57. Послушаем это ивангельское изочало на церковно-славянском языке. Во время Оно, собравшись архиереи и фарисеины Иисуса и глаголоху, что сотворим, яко человек сей много знамени творит, а щас таюмиго тако все веруют в него, и придут римляне и возьмут место язык наш. Един же некто от них, кояв, архиерейсы, лету тому рече им. Вы не вести, не чесоже, не помышляете, яко униес нам, да и день человек умрет за люди, а не весь язык погибнет. Сего же о себе не рече, но архиерейсы, лету тому прорече, яко хотяше Иисус умрети за люди, и не токма за люди, но да и чадо Божие расточенное соберет воедино. Оттого уба дне совещаше да убьют его, Иисус же к тому неявих аждаше во иудеях, но идя оттуда во страну близ пустыни, во Ефрем нарицами град, и ту хаждаше с ученики своими. Беже близ Пасха иудейска, и взыдоша мнозь его Иерусалим, а стран прежде Пасхи да очистятся. Искаху бы Иисус и глаголуху к себе в церкви стоящие, что мнится вам, яко не имысли прийти в праздник, дашь же архиерей и фарисей заповедь, дашь и кто щутит его, где будет, повесть, якода имут его. А так этот текст звучит в русском синодальном переводе. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит. «Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом». Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, «Вы ничего не знаете, и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Сие же он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ, и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино. С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Эфраим, и там оставался с учениками своими. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Тогда искали Иисуса, и, стоя в храме, говорили друг другу, «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто узнает, где он будет, то объявил бы, дабы взять его. Весть о чуде воскрешения Христом Лазаря настолько взволновала врагов Господа, что первосвященники и фарисеи немедленно собрали заседание Верховного Совета, Синодриона. В среде своих единомышленников враги Христа не стеснялись высказываться совершенно откровенно, а потому прямо поставили вопрос, что им делать для сохранения своей власти и своего влияния в народе. Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом. Они верили, что Иисус творит чудеса своей божественной властью, но испугались, что народ пойдет за Ним, и что тогда настанет конец их власти и их хищениям. Александр Павлович Лопухин пишет, Дело Христа обсуждается в Синодрионе только с политической стороны. Священники только боятся за себя, опасаются утратить власть и соединенные с нею доходы. Если римляне пойдут усмирять бунт, который может произвести новоявленный Мессия, они согласны пожертвовать для сохранения некоторого подобия иудейской самостоятельности и своего начальственного положения, даже и такой заветной мечтой израильского народа, как Мессия, Царь и Восстановитель Царства Давидова. Таким образом, они испугались за свое личное благополучие, которое для них было дороже Мессии. Но эти мрачные картины, представлявшиеся испуганному воображению членов Синодриона, рассеял практичный Каиафа, будучи на тот год первосвященником. Иудейские первосвященники были проводниками Слова Божия для начальников народа, но зависели от римского управителя Иудеи и часто сменялись. Ефимий Зигабен отмечает, нарушение закона у иудеев зашло так далеко, что тот, кто мог, покупал себе у римлян первосвященство на один год. В течение всего года он пользовался первенством, а те, которые были первосвященниками до него, соседали вместе с ним и были его советниками. Они тоже назывались первосвященниками, потому что и они прежде занимали эту должность. Принимая на себя личину ревнителя национального блага и вместе с тем находя извинения замышляемому убийству в соображении государства национальной политики, Каиафа говорит, лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Таким образом, скрывая внутренние личные мотивы своего решения, он говорит, как будто бы, руководствуясь только интересами общегосударственными, предупредить возможность такого опасного для евреев восстания против римлян во главе со Христом и для пользы всего иудейского народа скорее покончить со Христом. Вот основная мысль Каиафы. Архиепископ Овер Китаушев поясняет, евангелист Иоанн указывает в этих словах Каиафы на его невольное пророчество о том, что Господу Иисусу Христу надлежало умереть за людей, то есть пострадать для искупления человечества. Первосвященники, как правозвестники воли Божьей, были как бы посредниками между Богом и людьми и в качестве таковых пророчествовали даже невольно, что в данном случае произошло даже с таким недостойным первосвященником, как Каиафа. Только Каиафа говорил об одном иудейском народе, а Христос умер, чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино, то есть для спасения и собрания воедино в своей церкви не только иудеев, но и боящихся Его во всяком роде и во всех народах. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, повествуют нам о важной истине. Господь пришел в мир ради того, чтобы собрать всех чад Божьих воедино и привести к себе. Но Спаситель смиренно ожидает, когда душа человека свободно откликнется на его призыв. Самым лучшим откликом является готовность души соединиться со своим Создателем путем жизни по заповедям Божьим, а также любовью к ближним и служениям на их благо. Помогай нам в этом, воскресший Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Субтитры создавал DimaTorzok